Сегодня пятница 13-я. Тем, кто верит в приметы, в этот день нужно быть предельно аккуратными и настороженными, чтобы не попасть в беду. Такая нелюбовь, казалось бы, обычной дате прослеживается еще в скандинавской мифологии. Согласно легенде, на священной горе собрались 12 божеств. И тут к ним пришло 13-е темное и злое. Оно подговорило слепого бога тьмы выстрелить из лука, тем самым попав в бога радости. С этого момента, если верить этой истории, на земле и появляются несчастья. Так действительно ли челябинцам есть чего бояться в эту дату и как спасаться от неудач? Галина Федорченко расскажет. Суеверия по поводу пятницы 13-го прочно вошли в жизнь представителей многих национальностей. Например, в некоторых американских высотках нет 13-го этажа, 13-й больничной палаты и даже 13-го ряда в самолете. Соединенные Штаты Америки сегодня, 13-го числа, экономика этой страны терпит огромные убытки, потому что очень много сделок не совершается, не назначается дата совершения сделки и много вылетов отменено. И по-моему, если я не ошибаюсь, цифру такую недавно видела, урон, вот этот ущерб составляет 800-900 миллионов долларов. Религиозные люди также видят в этом числе нечто плохое. Так, на Тайной вечере присутствуют 13 сатрапезников, последний из которых Иуда, предавший Христа. Пятница 13-я, как принято считать, стала нарицательной после казни членов ордена тамплиеров, которых обвиняли в богохульстве и ересе. С этого и начались все суеверия. Мы соотносим вот это событие, которое с нами произошло, не очень такое хорошее, с каким-то другим явлением и проводим вот эту какую-то натянутую, ненастоящую, непричинно-следственную связь. Эзотерики также говорят, пятница 13-я выдуманная людьми суеверия, которая никак не влияет на предстоящие дела. И подчеркивают, дни могут быть удачными и неудачными, но это зависит не от даты, а от энергетических циклов. Каждый из нас обладает своей энергетикой, своим биополем. Сами знаете, Вселенная слышит наше желание. И, допустим, мы думаем, сегодня, пятница 13-я, должно случиться что-то плохое. И действительно это плохое случается, потому что Вселенная, она как волшебная лампа Алладина, исполняет любое твое желание. Чтобы избежать неприятностей, есть простое упражнение, рассказывает Александр. Делиться всего-то и надо, что настроиться на позитив и вспомнить о чем-то хорошем. Возможно, благодаря этому, следующая пятница 13-я, которая случится в июле этого года, у челябинцев пройдет намного счастливее.